Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». Тема сегодняшнего выпуска – все о вакцинации против COVID-19. Сегодня у нас в студии Черданцев Александр Петрович, профессор, доктор медицинских наук, кафедра педиатрии Ульяновского Государственного университета, главный штатный специалист, аллерголог, иммунолог Министерства здравоохранения Ульяновской области. Здравствуйте, Александр Петрович! Добрый день! Очень рад вас приветствовать. Сегодня тема у нас очень актуальна, и мой первый вопрос звучит так. Александр Петрович, скажите, насколько важно вакцинировать от COVID-19 именно максимальное количество людей? И есть ли какие-то особенности вакцинации у людей разных возрастов? Насколько важно это звучит из той ситуации, в которой мы находимся? Уже больше года мир находится в экстремальных условиях, ну, можно даже сказать, выживания. Не только выживания как экономических субъектов, но и как страны, как биологические виды. Поскольку мы столкнулись с таким вирусом, который, в принципе, не щадит большинство населения наших территорий на земном шаре, мы видим, какие глобальные изменения в мире происходят в связи с такой заболеваемостью, с такой летальностью. И единственный выход в этой ситуации – это формирование иммунной прослойки. Существует два пути. Это когда человечество, большинство людей нашей планеты, переболеет естественным путем. Но по всем прогнозам, на этот период уйдет не один год. Конечно. То есть мы понимаем, что вот это вяло текущее состояние эпидемической ситуации, оно все равно коснется каждой семьи. То есть каждая семья пострадает в какой-то степени. И если есть еще люди, которые наблюдают со стороны за этими событиями, ну, придет их черед, образно говоря. Вот. И только когда большинство населения, городов, сел и, так скажем, стран переболеет и будет иметь напряженный иммунитет, эпидемия завершится. Как и было в прошлые средние века, в прошлые столетия и так далее. Ну, какой ценой это будет? Вот вопрос. Ведь даже по сегодняшним событиям мы видим, что это не так все просто. И вторая ситуация, второй сценарий – это искусственное формирование коллективного иммунитета. Путем современных технологий, хорошо отработанных, прекрасно изученных, которые используются в иммунопрофилактике детского и взрослого населения многих стран уже многие десятилетия. И они оправдали свою дееспособность и великолепную эффективность. Мы сейчас к этому и призываем. И вот, собственно говоря, об этом у нас сегодня и разговор. Да. Ну, Александр Петрович, вот тогда давайте скажем про вакцинацию именно непосредственно. Как действует сама вакцина? Давайте вот об этом расскажем. Ну, надо понимать, что вакцина – это биологический, иммунобиологический препарат. Препарат, обычно это искусственно созданный препарат, ну, как скажем, это не лекарство, это, так скажем, субстанция, которая содержит вещество, напоминающее живой вирус или бактерию, в частности. Мы говорим о вирусной вакцине. Вернее, о вакцине против вируса. Современные вакцины, которые вот на нашей территории, ну, не будем импортные сейчас освещать их, три вакцины, которые официально зарегистрированы, они построены на принципе неживого возбудителя. Очень важно подчеркнуть, что во всех трех представленных препаратах не используется вирулентный или опасный, так скажем, материал, который может заразить человека, в частности, коронавирусом. Но технологии различные. Надо сказать, что все три вакцины имеют очень хорошую платформу, которая не создана вдруг, не возникла откуда-то из небес. То есть такие платформы или, так скажем, основы, она известна уже не один, так скажем, год, работая некоторых десяток лет. На основе этих платформ существуют другие вакцины, которые мы широко используем от различных инфекций. И та же успешная вакцинация против вируса Эбола, которая в Африке использовалась, и ВОЗ признала лучшей, единственной вакциной эффективной, именно российской вакциной. Вот эти платформы, они сейчас используются, использовались в создании противоковидных вакцин. Три вакцины, которые есть, они на слуху у всех. И все три имеют очень хороший профиль безопасности, очень хороший профиль безопасности. То есть мы с уверенностью можем сказать, что этими препаратами никогда не навредим здоровью человека и с очень высокой достоверной эффективностью. То есть дают хороший напряженный иммунитет против возбудителя. То есть ни одна из них не уступает? Практически нет. Ну, так скажем, спор там, где на проценты лучше, на десятки, вернее, процентов лучше или хуже, по какому-то показателю, это, знаете, полемика для ученых. Для обывателя не надо даже вникать в эти статистические раскладки, потому что, еще раз говорю, где какой-то цитокин там сильнее вырабатывается или слабее, совершенно неинтересен простому рядовому гражданину. Самое главное, как перенесется вакцина, и что мы получим в результате двухдозовой иммунизации. А опыт, который уже с августа месяца, так скажем, как запустили спутник ВИ, уже не один миллион доз использованы, показывает, что за весь период наблюдения не было ни одной угрожающей ситуации, которая бы повлекла непоправимые изменения здоровья. Это речь ведется о нежелательных явлениях. И ни одного случая смерти от вакцин наших отечественных не зарегистрировано. Поэтому, чтобы не было лишних, так скажем, иллюзий, потому что интернет у нас пестрит разнообразной фейковой информацией, должен специалист, как ученый сказать, чтобы люди все-таки больше доверяли официальному мнению и мнению специалистов. Никто обманывать население в этих реакциях не собирается. Да, конечно, как и любой иммунобиологический препарат, можем ожидать какую-то нежелательную реакцию. Ну, потому что это, так скажем, вещество, которое призвано активировать иммунную систему. И мы все к какой-то степени отличаемся друг от друга по силе вот этого вот адекватного ответа. Чем сильнее или, так скажем, здоровее иммунная система, тем чаще мы можем ожидать нежелательной реакции в виде температуры, ломоты в теле, недомогания, может, головная боль. Ну, то есть вот такие события, как говорят, гриппоподобность, синдром. Ну, в этом случае даже не надо обращаться на врачу, в принципе. Мы ведь должны понимать, что это не признак инфекции, это не признак заболевания. Это признак активации иммунной системы. Все эти события, они связаны с выбросом определенных белков в результате активации иммунной. Это нормальная реакция. Да, иммунные клетки так восприняли информацию, они оживились, они начали работать. Они работают. Работают путем продукции вот этих веществ, которые воспринимаются нашей нервной системой, там, другими частями тела, так скажем, как общий недуг, недомогание. Бороться с этими явлениями не нужно. И мы говорим, не нужно глотать таблетки, как перед вакцинацией, так и в процессе прививки. Исключение составляет ситуация, когда человек уж совсем уж плохо, а он должен трудиться. Например, его с работы никто не освобождает, но он чувствует, что у него подъем температуры, головная боль. Ну, мы можем симптоматически снять эти явления. Ну да, что-нибудь из препаратов. Да, но опять-таки, если есть возможность перетерпеть, лучше, я говорю, не мешайте иммунитету работать. День-два, мы говорим, 48 часов, это тот вот событие, после которых все само исчезает, без всякого медикаментозного или врачебного вмешательства. Еще раз говорю, что это не признак болезни, это признак зрелой иммунной реакции в ответ на такой препарат. Хорошая даже реакция. Замечательный ответ. Поэтому мы и видим, что молодые, здоровые люди, которые прививаются современными вакцинами, могут, некоторые жалуются, что была температура, была головная боль. А вот люди пожилого возраста, они говорят, у нас вообще все прекрасно было, у нас не было ни головной боли, ни температуры. Это говорит о том, что иммунитет возрастной, он имеет значение. И старики, люди, так скажем, преклонного возраста, они переносят эти вакцины намного легче и мягче. Вот я даже сужу по своим родителям, которые вообще никак не прореагировали на эту иммунизацию. Такая особенность есть, да? Да. И это, наоборот, даже подчеркивает, что чем взрослее человек, тем, наоборот, мягче он перенесет после вакцина на период. Мы это приветствовать должны. И, наоборот, пропагандировать, что эти люди не пострадают вдвойне от таких вот событий, которые некоторых напрягают. Александр Петрович, ну вот еще такой вопрос. Скажи, пожалуйста, вот перед вакцинацией нужно ли вообще определять количество антител COVID-19, да? И, может быть, ПЦР-диагностика именно на обнаружение именно вот вируса, коронавируса? Я понял вопрос. Если помните, еще по осени, когда начали только в этот этап вакцинации, да, такое требование Минздрав у нас издал. Потом мы все это, то есть, также регуляторные органы все это отменили. Это удорожает процедуру подготовки. Сейчас считается, что ничего делать не надо. Если человек настроен идти на прививку, чувствует себя комфортно, нет признаков активного какого-то воспаления, либо хронических процессов в стадии обострения, либо острой инфекции. Ну и там тех позиций, которые прописаны перед прививкой, там беременность и прочее, прочее. Ну, во время приема это все будет выясняться? Это все, конечно, терапевт, когда делает анкетирование для опроса перед прививкой, все это четко проговаривается. Все. Глотать таблетки, вот, так скажем, какие-то там мантры. Специальные подготовки, то есть никакой не требуется. Мантры читать и прочее не нужно. Нигде это в мире не делается. И наша страна не исключение. Александр Петрович, а вот после, если человек переболел коронавирусной инфекцией, через какое время уже необходимо вакцинироваться, ваше мнение? Мое мнение, вот оно, в принципе, отражает мнение специалистов и ведущих, которые занимаются этими вопросами. Сейчас доказано, что парадоксальная ситуация, вот вирусная инфекция, вот, так скажем, дикая инфекция, если человек переболевает ею впервые, обычно оставляет очень стойкий иммунитет. Так было всегда. Ну, ученые столкнулись с ситуацией, когда, извиняюсь, после перенесенной ковидной инфекции иммунитет стремится вот к нулю, падает. Спустя месяцы очень большая прослойка людей теряет иммунитет, по крайней мере, гуморально. Ну, он становится настолько низким, что уверенность, что при встрече с вирусом это спасет или защитит человека, уже тоже угасает. Такого нет уже. Есть версии, что существует клеточный иммунитет, что он спасет, выровняет ситуацию. Но, опять-таки, это версии теории, мы лабораторно это не подтверждаем. И это только высказывание ученых. Это полемика среди ученых идет. Поэтому сейчас есть такие вот алгоритмы действия. Если все-таки человек переболел и проходит 6 месяцев катамнеза после перенесенной инфекции, существует необходимость сдать кровь на антитела. И в случае, когда антитела уже уходят ниже 5-4 единиц, вот этих условных единиц, мы можем порекомендовать делать все-таки иммунизацию. Причем в ситуации, когда человек якобы на ногах болел или вот в контакте был, потом определяет, что антитела есть, то есть он как бы скрытно переболел на ногах, эта ситуация еще более настораживает, потому что здесь иммунитет вообще может быть настолько слабым, что даже клеточные реакции клеток иммунной памяти может не сформироваться. То есть все-таки для того, чтобы взбудоражить иммунитет, надо серьезно пострадать, если это первичная инфекция. Остается у нас выбор, это второе направление, это провести иммунизацию. Вот, даже среди тех, вернее, тех лиц, которые якобы болели на ногах, перенесли, причем мы их прививаем также двухдозово, либо те, кто переболел и болел по-настоящему серьезно, у которых спустя время иммунитет начинает угасать. Сейчас мнение существует, что вот во втором случае, когда человек все-таки болел, достаточно однократного введения вакцины. А те люди, которые не болели ярко, но были, так скажем, в стертой форме, перенесли инфекцию, то им лучше провести полноценную двукратную иммунизацию. Двумя дозами, ну, по тому интервалу, что предлагается. Но двукратное введение, оно же не просто так сделано, да? Это для того, чтобы именно пролонгировать эффект после вакцинации, да? Чтобы он был более длительным. Сейчас уже вот этот эффект после вакцинации ожидается, насколько вот я знаю, да, от 6 месяцев, да, и почти до года, да? Ну, говорят точно, год выживаемости иммунитета напряженного, именно напряженного иммунитета протективного будет точно. А в частности, вот, ганковид наблюдения по спутнику показывает, что по прогнозам и в течение двух лет он будет напряжен. То есть человек полностью защищен? Технология вот эта вот аденовирусная, да, вирусный носитель, который используется для доставки вот этой информации о ковиде, она обладает очень хорошей стимуляцией клеток иммунной памяти. Несколько даже вот сильнее получается результат этого механизма, чем пептидная вакцина, вот, например, синтетическая, это ганковид в Новосибирске. Вот, ну, по вакцине вот Чемаковской, которая сейчас третья была зарегистрирована, КОВИВАК, пока еще наблюдений мало, она только в феврале пошла в реализацию, еще нет таких глобальных выводов. Поживем, увидим. Хорошо. Александр Петрович, ну, а все-таки вот в двух словах, чем отличается иммунитет после перенесенного заболевания, да, коронавирусной инфекцией, и вот так называемый искусственный иммунитет, который с помощью вакцинации мы формируем? Опять-таки, для обывателя ничем. Мы получаем ту порцию удовольствия, которая спасет нас в экстремальной ситуации. Конечно, перенесенная инфекция, она переворачивает внутри очень много. Помимо иммунной системы ведь подключается... И последствия какие? Ну, да, но если мы говорим о положительных действиях на иммунную систему, уж не будем говорить о пагубном влиянии самого вируса. Но ведь переносимая инфекция затрагивает многие системы, вот гомеостазы, так скажем, тех систем, которые управляют телом. Да, клетки стволового мозга, так скажем. Центральная нервная система. Нервная система, безусловно. Эндокринная система. Ну и все. Для чего все? Зачем? Сосудистая система. Ну, тем более, если вирус обладает столь огромным количеством влияний, пагубным влиянием на разные системы, с непредсказуемым эффектом, я думаю, нет смысла... Выбор однозначен. Тем более, вот буквально на днях слушал выступления ученых в этой области, было сказано, что постковидный синдром существует, это мы хорошо уже слышали и знаем, он проявляется не сразу, это отдаленные последствия перенесенной ковид-инфекцией, и вот до 20% переболевших, они здоровыми уже не станут никогда. Это очень печальный факт и пугающий. Вот все, что было до ковида, к ним уже полное здоровье не вернется. Это может проявиться в любом месте. И аутоиммунные заболевания щитовидной железы, и других органов, и сбой в эндокринной системе. То есть отголоски могут быть такие потом, да? Да, 20%. Это очень большой показатель. И это еще раз подчеркивает, какой смысл в таком риске вот сознательно отказываться от предложенной процедуры, вот, честно говоря, непонятно. Ну, я и говорю, выбор очевиден, это только вакцинация. Зачем действительно себя искушать и такие последствия ждать, да, от этого заболевания? Ну вот, Александр Петрович, вот еще такой вопрос. Аллергическими реакциями страдает очень много людей, да? Там порядка более 150 миллионов, по-моему, да, вообще в мире, если не больше, да? Много, да. Да, очень много. И, в принципе, вот симптоматика аллергической реакции, ну, она в чем-то есть похожа, да, с коронавирусной инфекцией. Ну, я имею в виду, там, заложенцы носа, ренит, чихание, там, кашель, да? Но нет, естественно, одышки, там, температуры при аллергической реакции, как при коронавирусной инфекции. Вот людям с аллергическими реакциями, вот, им, они относятся к группе риска, то есть им нужно вакцинироваться? Вот любое хроническое заболевание, аллергическое заболевание является к хроническому заболеванию, относится. Как любое другое. Как любое другое. Это повод, вот, наоборот, в, так сказать, приоритетной группе иммунизации. Но надо понимать, что аллергические болезни – это ведь гиперрергическая реакция. То есть эта иммунная система реагирует чрезмерной активностью на вещи, которые нас окружают в повседневной жизни. Чрезмерной активностью. А как поведет себя иммунная система в условиях, вот, активного вмешательства в нее, вот, вирусной частицы? Ведь вирус очень сильно влияет на Т-лимфоциты, на Б-лимфоциты, где стабилизирует все там равновесие, ну, так скажем, взаимосвязи и равновесие. И если человек аллергик, а еще и страдает бронхиальной астмой или тяжелым атопическим дерматитом, это кандидат на очень непредсказуемый исход. И аллергики, как и люди с хроническими заболеваниями сердца, с ожирением, с сахарным диабетом, это как раз тот контингент, которые, ну, в первую очередь, должны подвергаться иммунизации. Мы, конечно, не прививаем в острый период, вот сейчас полиноз. Полиноз – это аллергия на пыльцу растений. Береза отпылила, начинается вторая волна, луговые, злаковые травы. Если человек испытывает сейчас страдания от этого, конечно, есть смысл сделать временную паузу затишье, то есть дождаться, когда либо у него стабилизируется аллергический синдром на фоне базисной терапии, то, что ему назначает врач-аллерголог или пульмонолог, либо переождать этот сезон 2-3 недели, пыление закончится, растительность эта угаснет, и он будет чувствовать себя относительно комфортно. Вот в этот период мы и рекомендуем ему сделать прививку. В остром состоянии прививку делать нежелательно, не обязательно, неважно, ковидная это вакцина или от других инфекций, такое положение существует. Ну, то есть, вот, Александр Петрович, я хочу, чтобы еще раз телезрители услышали, что именно люди, страдающие хроническими заболеваниями, это прям потенциальная группа риска. Да, это приоритетная. Это приоритетная, и поэтому для нас, для медиков, вот, ну, мы уже оскомину, наверное, да, уже, вот, ну, говорим и говорим об этом, да, что, пожалуйста, ну, берегите себя, да, это ваше здоровье, ваше здоровье в ваших руках, да, мы вооружены сейчас этой вакциной, даже думать нечего, да, нужно идти и прививаться. Конечно. Я хочу, чтобы вот еще от вас, который тоже это звучал. Конечно, но уже вот за нас уже всех подумали. Огромная армия ученых, причем, которые трудились не этот только последний год. Эти ученые работали последние десятилетия. Надо сказать, что эта закладка этих вакцин еще в Советском Союзе была произведена. И история нашей, так скажем, вот, российской цивилизации, она немножко отличается от европейской цивилизации. Не в политическом плане, а в научном, техническом. Мы обладали уникальными и обладаем уникальными технологиями, даже в производстве вакцин, потому что Советский Союз была закрытая территория. Мы не закупали ничего, у нас все было полная самодостаточность. И те же вакцины против детских инфекций, и от управляемых инфекций, тот же клещевой энцефалит, брюшной тиф, чума, холера. Наши советские вакцины, они были признаны лучшими в мире в свое время, и сейчас они доминируют, вот если сравнивать европейские аналоги и наши. Наши советские вакцины от сибирской язвы, уникальные вакцины, от черной оспы, натуральной оспы. Таких технологий, не каждая страна обладает такими технологиями. Поэтому говорят, что там, за границей, там все лучше, но это может быть от малограмотности, или не совсем, в общем-то, большого ума, так скажем. И вот эти вакцины, это наши, в общем-то, научные достижения, которыми мы сейчас и пользуемся, и оно дается нашему населению бесплатно. Нас вот, ну и в какой-то степени вот пользователей этими технологиями, требуется только прислушаться к мнению специалистов. И да, верится. Ну почему у нас не верят специалистам, ученым, врачам, организаторам здравоохранения, в конце концов, органам власти? Ведь все посылы-то направлены на то, чтобы людям жилось комфортно, чтобы вот это вот политическое, экономическое, биологическое, ну, так скажем, безобразие, оно закончилось как можно быстрее. Мы все устали уже. Устали от этого постоянной тревоги, от масочного режима, от постоянного контроля и сдерживания каких-то мероприятий, событий. Осталось немножко сделать. Просто пойти навстречу вот этому предложению, которое во всех странах единое предложение. Не надо думать, что это Россия навязывает чего-то свое. Ну, оглянитесь, что в Европе творится, что за океаном творится, что творится в Азии, какие страдания люди испытывают. У людей нет возможности пользоваться таким достоянием, как есть сейчас в нашей стране. А у наших людей есть такая возможность. Но почему-то вот очень много мнений, опять-таки, ненаучных, псевдонаучных, вот специально кем-то раздуваемых, откуда-то создаваемых и говорящих, вот кто-то там чего-то пострадал. Ну, приведите хоть один пример. Никто не приводит. Все основано на пересказывании событий. Это опять-таки подчеркивает, что народ должен все-таки быть объективным и жить на этой земле. Александр Петрович, давайте еще один миф развеем. Люди говорят некоторые, что вдруг там побочные эффекты какие-то проявятся после вакцинации, после вакцины. Давайте вот об этом поговорим. Какие могут быть побочные эффекты? Есть ли они вообще на эту тему? Ну, нежелательные реакции называются. Вот, это лучше даже. Да, они так и называются официально. Они есть серьезные, есть несущественные. И есть они в раннем, послевакцинальном периоде, первые 5-7 суток и поздние. Есть местные, есть системные. Системные, то есть температура, озноб, там головокружение, головная боль. Причем короткое время такое. Ну, 48 часов. Вот эти технологии вакцин, для этих вакцин, которые существуют, 48 часов ожидаемое появление этих реакций. Допускается. Допускается. И еще раз говорю, относиться к ним надо философски. Это не болезнь, это сила иммунного ответа, которая отражается на общем самочувствии человека. Зависит еще от тревожно-мнительности человека. Если человек очень ожидает их получить, даже если бы ничего не было, он их получит. Потому что психосоматика, есть такое понятие, да, она очень хорошо программирует человека на появление каких-то симптомов. Вот он ожидает, что будет болеть живот и будет жидкий стул. Сделали прививку, он тут же побежит в туалет. Он себе создал эту ситуацию. И эти вещи, они объяснимы с тем, что мы сложные очень люди, личности, так скажем, биологические объекты. И тревожно-мнительность, она во многом может предопределять такие события. В том числе температура. Ну, температура здесь чаще всего связана, конечно, с вакциной. И с тем, что иммунитет, мы говорим, проявляет такой интерес к этому препарату. Местные реакции. Возможно, это покраснение и болезненность с места укола. Ожидаемые вещи, а почему бы нет? Мы ведь вводим частички мертвой материи, да, вакцины, это частичка мертвой материи, это иммунный препарат. И в месте, где произошла инъекция, там скапливаются иммунные клетки. То есть они собираются, выбрасывают эти цитокины, белки, которые формируют очаг, воспаление, да, может быть, легкая болезненность, припухлость. Но опять-таки, редко может зависеть еще от аллергической настроенности человека. У аллергиков, например, может более сильный этот инфильтрат быть. У обычного человека вообще ничего не бывает. Ну и вот это не является осложнением. То есть понятие осложнения – это серьезная реакция, которая сразу регистрируется. Регистрируется специально документированная процедура. Все это сразу идет по, скажем, регистрации в Роспотребнадзор. Все серьезные реакции, они расследуются. Такого нет, что где-то записали и все, и забыли. Нет. Каждая реакция, она фиксируется, и это… Не остается без внимания? Нет, конечно. Любая послевакцинальная реакция, будь то детская вакцина против кори или против коклюши, любая послевакцинальная реакция серьезная, вернее осложнение, так скажем, это должно быть зафиксировано. Делается глубокий анализ, серия, дозу, техника, как холодовой цепи отслеживается, как вводилась вакцина. Это расследование проводится. Но, подчеркиваю, на сегодняшний день таких осложнений в России не зафиксировано. Я тоже знаю об этом, да. Больше полугода идет активный иммунизация. Ни одного такого случая не было. Ну, конечно, уж поверьте, если бы такое событие было и попытались бы утаить, ну, не спрячешься, невозможно. И еще момент, политический момент. Представьте, сколько было бы сейчас, значит, в Европе, так скажем, наших доброжелателей европейских антиотзывов о вакцине, да, если бы у нас в России что-то подобное зарегистрировалось. Ведь мы же не слышим от европейских наших, так скажем, коллег, да, доброжелателей, что у нас от вакцинации там умер, пострадал. Нет таких фейковых. Да потому что не за что зацепиться. Ну, на пустом месте нельзя раздуть что-то, да. Ну, не за что зацепиться, да. Спасибо большое, Александр Петрович. Спасибо. Спасибо большое. Ну, вот на этом наш выпуск подошел к концу. Я всем желаю здоровья, всем желаю удачи, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Спасибо.